Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава Евангелия от Марка Читаю свой собственный перевод для библейского портала экзегет Ну, в этой главе все знакомо Притчи, ну, что евангельские притчи Любой человек, который никогда не раскрывал Евангелие Знает, что надо отдавать Богу, Богову, кесарю, кесарю Знает про камень краеугольный и так далее Знает ли? Зачем вообще здесь эта глава? Почему она здесь? Да, притча очень важная часть Евангелия, это понятно Но разве они нужны здесь? Наверное, они должны были быть раньше Потому что здесь уже Господь в Иерусалиме Уже скоро распятие Уже история подходит к концу Время ли выяснять какие-то подробности? Да, время Собственно говоря, распятие, воскресение Христа Это главное в Евангелии До него очень многие приходили И говорили очень много мудрых вещей Он тоже это делал Но вот накануне того, как совершится самое главное А все-таки чему он учил? Вот в чем самая суть его учения? Вот до сих пор христиане обсуждают это И не могут прийти к единому выводу Посмотрим, что пишет Марк Иисус стал говорить с ними притчами Один человек насадил виноградник Обнес его ограды Выкопал углубление, чтобы давить в нем виноград Ну то есть выжимали сок Понятно, засыпали его в какую-то емкость Обычно она была выдолблена в земле Топтали ногами, сок вытекал И его можно было собрать в какие-то сосуды И потом из него получалось вино Построил башню сторожевую, очевидно Чтобы можно было следить И отдал в наем земледельцам А сам оттуда и отошел Обычная практика того времени Но не только того, когда богатый землевладелец Нанимает арендаторов Они обрабатывают его участок А ему отдают значительную часть урожая В качестве арендной платы В должный срок отправил он к земледельцам слугу Чтобы получить свою долю урожая с виноградника Ну вот, то самое Они его схватили, избили, отослали ни с чем Конечно, им не хочется делиться И понятно, что если слуге просто сказать Уходи, он не уйдет Его надо избить Так, чтобы ему не захотелось возвращаться Тогда он отправил к ним другого слугу Но и над этим издевали Избили его по голове Послал третьего, его убили Но терпение у них кончилось Сколько можно посылать И с прочими поступили так же Избивали их, некоторых и до смерти Может быть, не хотели даже Просто, ну чего они сами Лезут и лезут Был у того человека любимый сын И вот, наконец, он послал к ним своего сына И решив, что уж его-то они уважат А эти земледельцы решили между собой так Вот и наследник, убьем его И сами вступим в наследство Кажется, довольно безумная идея Убить человека, чтобы получить его наследство Но все станет понятно Если принять, что они считают Хозяин виноградника умершим Вот человек умер От него осталось имущество Его наследник получит это имущество А если и наследника убить Имущество будет бесхозным Нередко так Недвижимость какая-нибудь пристраивается Да, когда махинаторы Находят человека без наследства Умершего И как-нибудь там чего-нибудь Оформляют задним числом Видимо, они хотят то же самое Схватили его, убили И тело выбросили из виноградника Как же поступит владелец виноградника? Придет и казнит земледельцев А виноградник отдаст другим Довольно очевидно А почему все это возможно? Еще раз Почему они так себя ведут? По одной простой причине Они считают, что хозяина виноградника Больше нет Имущество ничье А имущество хорошее Им хочется самим завладеть этим имуществом Ну, вообще, конечно Когда Иисус рассказывал эту притчу Его слушатели наверняка вспоминали Песни о винограднике Из начала книги пророка Исаии Где иудеи и Иерусалим Были тем самым виноградником Господь разбил виноградник Насадил отборные лозы А виноградник ему принес дички То есть те плоды, которые и сами по себе растут Для которых не нужен виноградник Вот здесь эта история получает Некий новый оборот Не просто дички Не просто какие-то плоды Которые кислые Которые растут и так Где-нибудь в заброшенном винограднике Который не обрабатывается Но эти дички еще и говорят Все наше Это, конечно, очень Яркая и понятная критика Израиля Ну, нам легко показывают пальцем Говорят, но это израильтяне древние Им это не такие Народа Божьего Людей, которые считают Что Господь все для них сделал А они что? Они отдали ему плоды Которые ему причитаются? Нет, они сказали Все наше И, в общем-то, они не против этих слуг Не против сына Им ничего плохого они не сделали Но они им мешают владеть виноградником Не дают приватизировать эту собственность Чужую, да Но для них она уже Ну, сроднились они с ней Вот, в общем, ответ на вопрос Почему убивают Христа Вот почему эта притча должна быть До распятия Почему его убивают Из-за ненависти к нему? Нет, потому что хотят Сами управлять виноградником Распоряжаться всем урожаем Как и с пророками до него поступали Разве не читали вы об этом в Писании Камень, что строители отвергли Он-то и стал краеугольным Вышло так по воле Господней С удивлением мы взираем на это Краеугольный камень Камень, на который опираются две стены И вот на углу Он лежит, чтобы в качестве фундамента Держать сразу две части постройки Или иногда это, наоборот, свод арки И тогда это центральный замковый Так называемый камень Который запирает всю арку Он тоже краеугольным иногда называется То есть тот камень, без которого Вся постройка развалится И оказывается, этим камнем Становится тот, который строители отвергли Им не нужен был Иисуса хотели тогда схватить Ведь вожди поняли, что это притча Он рассказал о них Тут уже невозможно не понять Это напрямую Но они остерегались народа Так что пока оставили его И сами ушли А почему остерегались народа? Чего они стыдятся? Он популярен у народа Народ, он хоть и может быть Не очень за ним идет Но любят его слушать Вот яркая, красивая проповедь А тут придут, его арестуют Они хотят и с Богом договориться Приватизировать себе его виноградник Но и с людьми не ссориться Чтобы вот не возникало у людей ощущения Что их обманули Что как-то жестоко они обходятся Со своими конкурентами Да, для них Иисус прежде всего конкурент Такой раздражитель Нет, вот не надо нам этих лишних эксцессов Знаете ли Пусть все будет тихо-мирно Но они не молчат Они стараются тем временем Его дискредитировать После того, как дискредитировали человека После того, как его обвинили во всем Его можно и там убить Арестовать, прогнать Заточить в тюрьму Да, никто уже не вступится Вот когда Это всего лишь слова, говорят люди Это слова, которые отнимают доброе имя А за добрым именем Отнимают иногда свободу Иногда жизнь Зато подослали к нему Некоторых фарисеев и сторонников иродов Подослали Да, то есть Причем фарисеи и сторонники ирода Ну, знаете, это как Я не буду приводить актуальные примеры Представители двух враждующих политических партий И они приходят вместе Почему так? А потому что У них теперь общий враг Это их сближает Фарисеи такие Строгие религиозные Ревнители Сторонники ирода Такие скорее сторонники широкого компромисса Политики И поддерживают ирода Царя, который в общем себя Очень свободно Распутно, можно сказать, ведет Конечно, они друг с другом не сочетаются Да, но это как Я не знаю Какие-нибудь Монахи-схимники Да, там И владельцы веселых заведений Да, ну как они вместе будут жить Им не о чем разговаривать Даже Но у них общий враг появился Иисус Они приходят к Иисусу И говорят Ну и что они ему говорят Ну все, конечно, знаем эту историю Давайте задумаемся О чем спросят Вот такие строгие монахи-схимники И владельцы всяких Веселых заведений Настоящего праведника Какой вопрос ему зададут Про деньги Потому что Ну Кто же любит платить деньги Вот Никто не любит платить налоги Особенно если мы знаем Что эти налоги идут Не тому, кому бы надо Не на то, на что бы следовало Учитель, мы знаем Что ты привержен истине И ни от кого не зависишь Ну Сначала небольшая лесть Но скорее даже Вот Мы-то люди такие Вот Мы зависим Да, вот как человек говорит Я бы сказал все правду Но у меня дети У меня семья У меня приход Я вот не могу себе позволить А ты, учитель Ни от кого не зависишь Невзирая на лица Ты поистине учишь Божьему пути Ой, если бы они действительно Хотели ему научиться Они И эти красивые Высокие слова Которые правдивы На самом деле Используют как ловушку Так допустимо ли Отдавать Цезарю Подушную подать Или нет Платить ли ему Или не платить Что это такое Подушная подать Ну мы сегодня платим Разные налоги Человек часто даже Не ощущает Что он их платит Он получает в кассе деньги Из них уже вычли Все эти налоги Или он там Отдает деньги в магазине Из них тоже Налоги идут сразу В казну Да Он не ощущает Что он заплатил И довольно много Кстати Сегодня он платит А тогда платили Ну не так уж и много Один динарий в год Один динарий зарабатывал Поденщик Как мы знаем Из того же Евангелия За день работы Да Ну сколько сейчас Зарабатывает Какой-нибудь гастарбайтер Которого нанимают Там забор красить Или там улицу подметать За день он зарабатывает Вот столько Люди платили в год Нам бы так сейчас Нам бы такие налоги низкие Но это налоги римлянам А римляне оккупанты Враги И цезарь Это Но он совершенно Не тот правитель Которого Иудеи хотят Над собой видеть Поэтому Все понятно Если Иисус скажет Да конечно платить Потому что Ну приходится Он Вот оскорбляет Национальные чувства Он Пособник римских оккупантов Коллаборационист А если он скажет Да нет конечно Не надо ему платить Он мятежник Он против власти Надо срочно донести Даже Не будут мараться Вокруг толпы народу Наверняка там Римские доносчики ходят Конечно донесут Его схватят И казнят скорее всего За мятеж Он понимая Все их пристворство Сказал им Что вы мне испытываете Протяните ко мне Один динарий Посмотреть Представьте себе Что я вам сейчас скажу Протяните мне бумажку Сто рублей Я никогда не видел Что это такое Мне дадут бумажку Сто рублей Я начну рассматривать Что там нарисовано Языческий бог Между прочим Аполлон На крыше Большого театра Ой он еще и голый Прямо срам какой-то Как вы такое В руках можете держать Я конечно так не скажу Потому что бумажку Сто рублей Я очень хорошо видел Много раз В руках держал сам Динарий то же самое Это ходовая монета Которую Ну каждый человек Не то что видел Наверняка Вот прямо сейчас При себе имеет Или вот только что Расплатился ей Там где-нибудь За что-то Они протянули У них то есть А здесь еще Один момент Иисус Он бродящий проповедник Ему деньги не нужны У него Не всегда Понятно Вот там Эти истории Про пять хлебов Две рыбы Не всегда понятно На чем он ужинать Будет и с кем Он будет ужинать И где он будет ужинать А у этих-то Деньги водятся У них Динарий при себе Был Протянули А он их спрашивает Чье это изображение Чья надпись Ну вот Я сейчас рассказал Что на Сторублевке у нас Изображено Проверьте Если не верите Но на Динарии Римском Было еще хуже Там было написано Диус Августус Божественный Август Это титул Римского императора А вообще-то Еще было написано Что он Понтифекс Максимус Верховный жрец То есть Он и божество И верховный жрец И изображение лица Что для иудеев Абсолютно немыслимо Ну кошмар Просто полный Как такое В руках можно держать Фарисеям Тем более Для которых Вот все эти мелкие Ритуальные правила Очень важны Чье это изображение Чья надпись Они ему ответили Цезаря Иисус им сказал Что Цезарево То отдайте Цезарево А что Божье То Богу То есть Цезарь Пометил свои деньги Вот пусть он их себе И заберет Это его Вот вы Благочетливые люди Наверное Такое гадость В руки боитесь брать Ой не боялись Конечно Потому что Деньги как правило Водились у Фарисеев Но вопрос не в том Что вот Пришел Цезарь Требует Отдай мне мою монету Ну и отдай ему Раз его А дело в том Что Богу-то надо Отдавать то Что Богу принадлежит Вот это вопрос главный Их это поразило Приходят к нему Саддукии Третья партия Религиозно-политическая Саддукии Здесь про них Даже есть комментарии Они считают Что воскресения Мертвых не будет Ну Саддукии Это такая Прихрамовая Аристократия Священническая Как правило Наследственная Очень довольная Своим положением Фарисеи Они могут быть Незнатные Из простых людей Но они конечно Люди уважаемые Но Саддукии Это потомки Первосвященников Времен Мертвых Им это не нужно Вот храм Надо служить Вот в простоте Иди в храм И служи И все будет у тебя Об остальном Не думай Не беспокойся И спрашивают его так Учитель Моисей нам написал Если у кого умрет брат И оставят бездетную вдову То пусть такой человек Женится на вдове брата И так восстановят Для него потомство Обычай Вратного брака Нам дикий Хотя в малышей Карлсоне Малыш говорит Что вот мой старший брат Умрет Жена его мне достанется Как сейчас достаются Старые куртки И брюки Ну в древности Так и было у иудеев И соответственно Что получается Вот они Придумали Гипотетическую ситуацию Трудно себе представить В жизни Но она не исключена Это возможный случай Было семь братьев Первый женился И умер Не оставив потомство Вдове женился Другой Но тоже умер Не оставив потомство Точно так же и третий Никто из семерых Потомство не оставил А после всех Умерла и та женщина Когда воскреснут мертвые Чьей она будет женой Ведь все семеры Были на ней женаты В чем уловка Судукеев Здесь конечно Политических интересов Нет Римляне за это Не арестуют Посмеются Может быть Услышав анекдот А в чем проблема В том что Они знают Иисус говорит о воскресении О воздаянии По смертным О том что со смертью Жизнь не кончается Только телесная жизнь Заканчивается И они говорят Слушай Но ведь это же абсурд Вот смотри По закону Моисеева Семь мужчин Должны быть женаты На одной женщине Это как вообще Значит нет Никакого воскресения Вот живем одного Да Как говорится Возьмят жизни все Потому что потом Все Ничего не будет И тем самым Они Ну пусть не подводят Его под арест Но подводят его Под полную дискредитацию Его учения Какое там воскресение Какое там царство божие Живи одним днем Потому что не знаешь Когда помрешь А потом ничего уже не будет Вот Логическое доказательство Иисус им сказал Так вот из-за чего Вы заблуждаетесь Не зная ни писания Ни силы божьей А им он дает ответ В качестве такого Прямого обратного вызова То есть Фарисеи и иродиане Они так улавливают Да А эти вот прут на пролом И он на пролом Им отвечает Вы заблуждаетесь Не зная ничего Когда воскреснут мертвые Не будут они жениться Или выходить замуж А будут подобны ангелам На небесах Вот то есть Ответ очень простой Вот все социальные установления В том числе брак Наверное это самое лучшее Установление социальное Которое есть в этом мире Там Родство между Родителями и детьми Оно природой задано А брак Человеком Ну или Богом Для верующего Но во всяком случае Он не от природы Да Есть общества В которых Брака в нашем понимании Нету А есть свободная жизнь Мужчин и женщин Которые сходятся И расходятся Как кому захочется То есть Это замечательный Совершенный институт Но он земной На небе все другое Все в этой жизни После воскресения Будет как-то иначе Что же до воскресения Из мертвых Разве не читали вы У Моисея в книге Почему именно У Моисея Потому что закон Центральная часть Исаддуке Судя по всему Не особенно жаловали Всяких там пророков Псалтири Прочие Да Это что-то такое Лишнее Вот закон есть Да Вот по нему и служим И все Не читали вы У Моисея в книге Как обратился к нему Бог из горячего куста Момент призвания Самый главный От чего вообще Все это пошло Да Я Бог Авраама Бог Исаака И Бог Иакова Он не Бог мертвых Но Бог живых Сильно вы заблуждаетесь То есть Смотрите Он обращается к Моисею Спустя много лет Века Спустя после смерти Авраама Исаака Иакова И говорит Я Бог Тех кто жив Мы можем конечно Понять так Я Бог Который был когда-то Там где-то Но И что Они все умерли Ничего от них не осталось Если он их Бог Зачем он нам нужен Только при одном условии Если они живы И мы будем живы Если Войдя в общение с ним И войдя в общение С Авраамом Исааком Иаковым Мы причащаемся Той самой жизни Которая есть Бог Тогда это имеет смысл А иначе Все это ваше богослужение Весь этот ваш храм Ну это какие-то обряды Которые давным-давно Кто-то придумал Или даже Бог заповедал Но они ничего не дают человеку Да Даже не сказано Как отреагировали Саддуки Но похоже Что очень сильно Удивились тоже Вот Конечно Замечательная фраза Не Бог мертвых Но Бог живых Мне кажется Очень важное Такое противоядие Против любых искушений Сделать Христианство Музейным экспонатом Он стоит на полочке Он прекрасен На него приходит Посмотреть Но он мертв Вот Стоит на полочке Какая-нибудь чашка Там Фарфора 18 века Из нее чай не пьют Ей только любуются А если Бог Есть Бог живых То значит Это тот Бог С которым здесь И сейчас Сегодня Ты входишь в общение Который здесь И сейчас Меняет твою жизнь А эта чашка Прекрасная Ну она хороша На своем месте Но не она Бог Подошел к нему Один из книжников Смотрите Уже один Да То есть тут они Как представители Некоторой общности А вот тот человек Кажется Всерьез задумался Он слышал эти расспросы И видел Как хорошо Иисус Отвечал на них И сам спросил его А вот ему уже Кажется важно Всерьез важно Не для уловки Какая заповедь На первом месте Среди прочих Иудеи говорят Что у них 613 заповедей Которые все Конечно Моисеевым законе даны Ну Это не так много Если собрать Сейчас у нас Все что есть Там уголовный кодекс Гражданский Там правил дорожного движения Налоговый кодекс Да Будет гораздо больше 613 И мы должны Все их исполнять Да Еще Про некоторые из них Может быть даже не знаем Толком Но все равно Должны Но ведь важно понять Приоритеты Там слишком много Всего разного Вот Человек не в состоянии Наверное Все исполнить Одинаково Хорошо Вот на чем Именно сосредоточиться Иисус ответил На первом Слушай Израиль Господь Бог наш Господь единый Полюби Господа Бога твоего От всего сердца И от всей души Всем разумом полюби Изо всех сил Это конечно цитаты Из книги Левит И сегодня эти слова Слушай Израиль Шима Исхаэль Это Ну как бы такой символ веры Для иудеев Там есть например Такой интересный сериал Про израильские спецназы Одного спецназовца Должны убить террористы Он ждет Что сейчас Прогремит выстрел И последние слова С которыми он Уходит в иную жизнь Это Шима Исхаэль Слушай Израиль Его исповедание веры Перед лицом смерти Его правда спасли Но на то и сериал Чтобы он в следующих сериях Тоже воевал С террористами Но важно Что это вот слова Которые и так Всем хорошо знакомы Я думаю В древности было так же То есть Ничего нового не сказал А на втором Полюби ближнего своего Как самого себя Это тоже кстати цитата Первое старозаконие Сказал из Левита Вот это из Левита То есть Это все Моисеев закон Здесь Он казалось бы Нового ничего не говорит Нет никакой заповеди Важнее этих Но он расставляет Приоритеты Какие заповеди О жертвах О ритуальной чистоте О пище Что там нельзя Свинину есть Или там нельзя Есть рыбу без чешуи И плавников Да Это не так важно То есть Заповеди Это про отношение Человека с Богом И с человеком Но сначала с Богом Книжник ему сказал Верно учитель То есть Он и сам так В принципе думал Но хотел удостовериться Что это не только его фантазия Истинно ты сказал Бог единый Нет никакого другого Кроме него Любить его От всего сердца От всей души Всем умом любить Изо всех сил Любить ближнего Как себя Это важнее всех Жертвы всесожжений Всесожжение Это самая большая жертва Когда животные Сжигаются целиком Это важно Жертвы всесожжения Как же нет Тем более Саддукеи только что были Которые сами священники Они их приносят Но не важнее Любви к Богу Любви к человеку А Иисус Видя как благоразумно Тот ответил Сказал ему Недалеко ты от царства Божьего Смотрите Другому он говорит Продай все что имеешь Раздай нищим И следуй за мной А этот всего лишь Сказал одну фразу И уже недалеко Так что же Легко войти Или сложно Предельно сложно Все раздай Вот себя сними Продай Раздай нищим Или всего лишь Скажи правильно Очевидную вещь А вот Мне кажется Это к вопросу о том Что царство Божье Это не Некий продукт Который стоит Там определенную сумму денег Большую Маленькую Кому по силам Кому нет Не спортивный рекорд Который тренированный человек Может и поставит А там Слабак вроде меня Ни за что и никогда Это не некая Объективная Такая планка Которую Нужно достичь И ты его получишь По заслугам А это Вот некоторая такая реальность Которая Всегда рядом Но человек Не всегда Ей открыт И может быть Для кого-то Всего лишь Одна фраза Но это Не просто Слова Знаете Произнес фразу Волшебная Крыбли-крабли-бумс И тут Волшебство Как у старика Хатабыча Нет Человек Произнес эту фразу Раскрывая В ней Себя Богу И он живет Так По этой фразе А не только Ее произносит И он уже Недалек А другой Может быть Старается Но вот Конкретно ему Может быть Действительно Нужно раздать Все богатство Потому что Вот конкретно ему Оно мешает И больше Никто не смел Его ни о чем Расспрашивать Интересно Почему Он срезал Нескольких Вопрошателей Это так Да Ну и что А может быть Потому что Они поняли Он отвечает О самом глубоком О самом главном Готовы ли вы Обсудить Ваши отношения С Богом Здесь и сейчас Перед всеми Нет Не все готовы Тогда уже Иисус стал Наставлять их Прямо в храме А он не отстает От них Видя что Момент Подходящий Да То есть Люди заинтересованы Вот Просто так ходить Проповедовать По улицам Сейчас уже этого не делают Раньше я видел Сейчас в интернете ходят Да Проповедуют Ну бессмысленно Это в пустоту В воздух А приставать Кому-то с бесконечными Наставлениями Да надоел уже А вот Люди собрались Люди может быть Следят больше За вот этим Обменом колкостями За этими Меткими ответами Но это Подходящий момент Чтобы им что-то Объяснить И он в свою очередь Сам задает вопрос Книжники говорят Что Христос Сын Давида Не так ли То есть Что Мессия Христос будет Потомком Царя Давида Произойдет Из его династии А сам Давид По внушению Святого Духа Говорит Сказал Господь Господу моему Воссядь от меня По правую руку И врагов твоих Я повергну Прямо под ноги тебе Это конечно Цитата из Псалтири Если Давид Сам называет его Господом Как же он может Ему приходиться Сыном Сказал Господь Господу моему То есть сказал Бог моему Господу Мессия И дальше Слова которые Обещают Конечную победу Над врагом Мы можем сказать Что Это такой Псалон Мессианский С двойным значением Что в историческом контексте Он говорил О победе Израильского царя Над своими врагами Над врагами Израильского народа В общем мы будем правы Но Важно что здесь Для Давида Автором многих Псалмов Назван Давид В общем то Автором всей Псалтири Он считается Хотя некоторые Псалмы Явно не он сочинил То для него Мессия Христос Не просто Потомок Значит кто-то Младший Но Господь Кто-то неизмеримо Более старший Некоторый намек Вот на то Что потом будет В христианстве Восприниматься Как Две природы Христа Человеческое божество По человеческой природе Потомок Давида По божественной Безусловно Его превосходят Неизмеримо И поэтому он Господь И для Давида Тоже Но Христос Того не проповедует Он лишь наводит На эти мысли Он с помощью вопросов Заставляет людей задуматься Так ли верны Их привычные представления Вот то что они всегда знали Но как-то Не брали особенно в голову Что это на самом деле значит Но что народ охотно слушало его Не отвечаю Кстати интересно Задумывались только Он наставлял их так Опасайтесь книжников Которым нравится прогуливаться В своих нарядах И собирать приветствия На площадях Занимать первые места В синагогах А почетные места На пиршествах Ну то есть первые люди В обществе Которые пользуются Почетом Славой и уважением Но при этом Пожирают имущество вдов Зато молятся Подольше на показ Тем более суровый Ждет их приговор Что значит Пожирают имущество вдов Ну видимо Присваивают себя Может быть даже Не насилием А уговаривают Скажем вдов Пожертвовать Это на храм Или как-то еще Но для себя Все это для себя И вот Ситуация Когда Вся эта Благочестивость Она лишь для того Чтобы Себе лично Хорошую жизнь И богатство Обеспечить Больше ни для чего Тем более Суровый ждет Их приговор То есть И просто Отбирать деньги Но не быть При этом Лицемерным Молитвенником Это еще Полбеды А вот Именно это Сочетание Лицемерия И жадности Под видом Благочестия Вот это Катастрофа Потом Он сел Напротив Место сбора Пожертвований Да кстати Вот и оно Где эти деньги Собираются И смотрел Как народ Оставлял там Медные монеты Многие богачи Положили туда Много денег Потом Пришла бедная Вдова И положила Лепта Это самая Миленькая Монета Ну Пятачок Она положила Да Или там Два пятачка Гривенник Подозвав Своих учеников Он сказал Аминь Говорю вам Эта бедная Вдова Оставила больше Чем кто бы то Ни было еще Прочие делились Тем что имели В избытке А она тем Чего не доставала Все что у нее было Она оставила там Всю свою жизнь Можно конечно Понять так Что ей больше Не на что жить А она умрет Теперь с голоду Если Господь Ей не поможет Да Можно ведь Это понятие Так что В общем Она себя там Оставила Да Что Сама по себе Денежная сумма Которую человек Жертвует Она мало о чем Говорит Даже Ее доля В имуществе Человек Ну скорее Его готовность Отдать Все Оставив себе Да ничего Не оставив А ведь это Тоже очень Хорошее Хорошее предисловие К истории Распятия Что такое Распятие А вот Когда Свою жизнь Богу Человек Отдает Этот человек Это Иисус Христос Иисус Христос